добрый день дорогие друзья меня зовут брейн и сегодня ребят я покажу свою подводную лодку под названием ще 215 ну и расскажу про нее историю на этой подводной лодке я был не один я был с друзьями я вообще планируем показать это самым первым видео в моем канале но просто майнкрафте у меня очень много миров и вот нашел мир своей подводной лодки ну что ж смотрим нашу подводную лодку ще 215 говорю сразу ребят это подводная лодка воевала с пиратами да да мы были пираты у нас были с модами в общем я мы с друзьями прописали мод и мы воевали с пиратами на подводной лодке ну и конечно же наша подводная лодка плавала могла погружаться могла всплывать и могла же атаковать торпедами но только за счет модов но сейчас у меня подводная лодка не рабочая сейчас она представлена в качестве музея потому что война с пиратскими кораблями закончена и непонятно кто выиграл так что вот так вот ну давайте вам покажу свою подводную лодку ще 215 мы с друзьями и и строили максимально быстро это было ребят война пиратская война это было очень страшная война нам пришлось максимально подводную лодку быстро строить вы сразу короче не говорить ну не ругайтесь если в подобной лодке будет что-то стремно потому что ну нам пришлось максимально быстро строить флот и мы с друзьями придумали какой же нам вход выбрать надводный или подводный но мы взяли с вами подводным в общем командиром подводной лодки был я у меня были мои друзья вадим дима григорий гоша арсений олег александр и максим 9 матросов но вы не говорите что это очень-очень да мало но 9 матросов было на нашей подводной лодке ще 215 ну что ж давайте теперь я вам покажу как она выглядит в подводном виде вот так вот выглядит моя лодка под водой осадка ее составляет пять метров пять метров составляет осадка моей подводной лодки скорость наш природной лодки конечно же была маленькая потому что мы как могли так и строили но наша подводная лодка право плавала а также поворачивала и погружалась и всплывала только за счет командных блоков и модов вот так вот римит но опять же говорю сейчас у меня водка представлена в качестве музея ну что ж давайте вам покажу ее саму под нашу подводную лодку вот я уже показываю пока что внешне на нашей подводной лодке есть пулемет который стреляет мы его применяли в действии это строил пулемет не ям это строил друг вадим мой вадим и в общем и подводную лодку все вместе строили потому что нам было максимально быстро строить и днем и ночью нам пришлось строить это все было конечно ребят на выживание вы не представляете как это было сложно нас по нам пираты вели огонь у нас тогда еще не было никакого флота они уже напали мы просто заметили какой-то остров и конечно же наш начали бомбить но нам было довольно сложно и нам пришел пришел такой выход построить ночью нашу подводную лодку так ну что ж давайте покажу вооружением вот наши якоря наши подводной лодки которые работали но сейчас они не работают опять же говорю что наша подводная лодка сейчас представлена в качестве музея в ней были модовские детали и все остальное но для начала давайте расскажу про вооружение подводной лодки с носовой части наша подводная лодка имеет четыре носовых торпедных аппаратов вот они наши четыре носовых торпедных аппаратом они собственно открывается вот люк открывается и вылетает отсюда от торпеда именно вот с носовых а также кормовых мы стреляли тоже бедными аппаратами вот первые два торпедных аппарата раз два и сверху по два получается 4 торпедных носовых аппаратов именно отсюда ребят мы стреляли по пиратам ну что ж можем теперь стать конечно же на палубу наши подводной лодки вот так у нас выглядит наша подводная лодка может глинуть вот так вот на боевую рубку так ну что ж выглядит такая у нас с вами подводная лодка и давайте теперь покажу кормовые торпедные аппараты кормовых торпедных аппаратов у нас было три всего наша подводная вот если взять все вооружение наша подводная лодка имеет 7 торпедных аппаратов почему 7 ребят но вы сами поймете потому что в носовой части у нас 4 торпедных аппарата а в кормовой у нас три торпедных аппаратом 3 торпедных аппарата 4 плюс 3 равно 7 вот и отсюда число 7 ну что ж у нашей подводной лодки конечно есть движителем они вертелись но сейчас опять же бы наша подводная лодка сейчас замерла сейчас я мы с нее все поснимали командные блоки все поснимали потому что война закончилась и мы поняли что пираты нас больше не атакуют пираты атаковали были в той стороне ну правда не у этого острова мы в море с вами воевали но мы приплыли именно сюда пока пираты нас не нашли ну вот они два движет два двигателя нашей подводной лодки два движителя опять же говорю наша скорость подводной лодки была очень маленькая скорость ее составляла всего лишь 19 узлов можно сказать 20 узлов 20 узлов но конечно же корабли противника были быстрее потому что мы еще не были готовы к пиратской войне но мы просто решили проверить что такое мод с пиратами пираты оказались нет не тупые ребятушки пираты мыслят как вот самый групп вот как вы играете только пират также мыслит у них есть руки мы даже видели капитаном но нам пришлось быстро уходить на погружение и самое ну что ж вот здесь он все показал ну как я говорил теперь покажу вам три кормовых торпедных аппаратом вот первый кормовой торпедный аппарат по центру подводной лодки расположен и вот здесь вот два торпедных аппарата раз и вот два результате у нас три кормовых терапевтных аппаратов ну что ж ребят а вот эти так вам сказать серые штуки это рули нашей подводной водки они вот как у рыбы поворачивают вот как хвост вот так у нас наши по днаматке поворачивал кут Euro 3 ну что ж это сбоку нашей подводной водки буль наша подводная водка состоит из двойного корпуса это значит что она покрыта в два блока в два словка наша подводная водка покрыта. Ну что ж, сейчас будем потихоньку входить в нашу подводную водку. Опять же говорю, подводная водка рассчитана на 9 человек, но мы сначала решали, кто будет капитаном. В результате, друзья, выбрали, конечно же, меня. Алексея. Ну что ж, ребят, теперь давайте будем сейчас входить потихоньку в подводную водку. Опять же говорю, это пушка наша, стреляющая огневыми шарами. Кстати, у пиратов были корабли деревянные. Мы не встретили ни одного корабля железного. Мы думали, что корабль будет превосходить. Но да, ребят, нам попадались очень огромные корабли. Больше нашей подводной водки. Слишком больше. Где-то в 4 раза, в 3 раза было пиратское судно большое. Оно еще шире нашей подводной водки. Ну что ж, ребят, давайте теперь пропадем внутрь нашей подводной водки. Для этого я подготовил такой мостик, потому что мы с друзьями вот этот мостик строил не я. Это у меня строил Гоша и Арсений. Вот. В общем, у меня... Смотрите, давайте я нажму своих друзей. Ну, первый, конечно же, был я, Алексей. Второй — Вадим. Третий — Дима. Четвертый — Григорий. Пятый — это Гоша. Шестой — Арсений. Седьмой — Олег. И восьмой — Александр. И девятый — Максим. Вот мои дружки. Ну что ж, теперь давайте проникнем в нашу подводную лодку. Давай вот так вот. И вот у нас первое оружие. С помощью вот этого оружия мы вот так вот стреляли. Ночное зрение заканчивается, и все. Сейчас дно... Вот дно пропало, и все. Вот, получается, это шаровая пушка. Именно мы с этой хрени стреляли и поджигали пиратские корабли. Но самое удивительное, ребят, было очень страшно, когда пираты паляли по нам. У них очень много было пушек. Пушки у них было сбоку. У них сбоку распаливались пушки. Но, удивительно, динамит... Они динамитом стреляли. Удивительно, один из снарядов у нас пролетел над боевой рубкой. Вот наша боевая рубка. Именно вот так вот снаряд пролетел. Ну, он не попал в подводную лодку, но где-то вот так вот взял и пролетел. Это было настолько страшно. Вот представьте, если бы попали бы в боевую рубку. Ну, и, конечно, ребят, хочу сказать основной минус моей подводной лодки. Если ей попасть в пилископ, то все. Наша подводная лодка погибла. Называется так. Ну, все. Давайте теперь, соответственно, вернемся на борт нашей подводной лодки. В принципе, мы здесь можем походить. У нас такая вот экскурсия подводной лодки. Ну, что ж, вот наша боевая рубка. Опять же, это пушка, с которой мы стреляли. Я, может быть, потом покажу, как мы с ней стреляли. Сейчас у ней снарядов нет. Это мы, типа, изображали звезду, потому что это русская подводная лодка. Ще-215. Вот название. Почему мы ее назвали с друзьями Ще-215? Да, потому что ответ просто. Наша подводная лодка была тихая, потому что она имела электромоторный двигатель. Наша подводная лодка имеет три двигателя. Один обычный двигатель и два электромоторных. Ну, что ж, здесь у нас также присутствует задняя кормовая пушка, как и вот и в носовой части над палубой. И вот у нас получается... Ну, а вот это мы просто крепежи приделали. Так. Ну, что ж. Давайте, ребят, теперь попадем в боевую рубку. Вот, соответственно, наш перископ, с которого мы смотрели. Ну, он не вращался. Я говорю сразу, этот перископ не вращался. Ну, как вы думаете, вы хотите спросить вопрос, а как мы исследовали противника в подводном положении, если вам было вообще ничего не видно? Ну, во-первых, у нас есть шнорпель. Шнорпель это такая штука, попадающая внутрь воздуха подводной лодки и экипаж, соответственно, запусается воздухом временно. Также вот здесь присутствуют у нас такие вот раздатчики, пулеметы. Можно сказать, ну, и вот мостик подводной лодки. Вот такой мостик нашей подводной лодки. Ну, что ж, здесь такой у нас пулемет. Вон там перископ, как я говорил. Вот он. Ну, теперь здесь у нас задняя пушка. Кстати, тоже есть задний обзор подводной лодки. Ну, что ж, давайте теперь проникать в, так сказать, а это, можно сказать, вот эта антенна, прослушивайся сонар. Ну, что ж, давайте попадать в подводную лодку саму, внутрь подводной лодки. Перед началом мы попадаем с вами в боевую рубку. Мы попали с вами в боевую рубку, и вы спросите, сколько тут много рычагов. Ну, что ж, для начала, ребята, здесь у нас есть запуск торпед носовые. Если мы нажмем, ну, сейчас, если мы нажмем, то ничего не будет. А в то время, когда у нас стоял команда бок, мы могли управлять с помощью боевой рубки, либо в носовой части, а также кормовых торпедных аппаратов. Если мы, предположим, сейчас я могу нажимать спокойно, потому что сейчас подводная лодка не будет стрелять, потому что мы команду убрали, моды тоже убрали, и все, наша подводная лодка сейчас не движется. Опять же говорю, она представлена сейчас в качестве музея. А в свое время мы с друзьями именно на ней плавали, именно она могла погружаться, всплывать, но скорость у нее была самая маленькая, потому что командный блок посчитал, что он скорость, ну, представьте, столько блоков и заставить подводную лодку двигаться быстро. Но командный блок посчитал, что наша подводная лодка будет погружаться, всплывать. Также она могла рулить вправо и влево, но скорость имела очень маленькую. Так, ну, это запуск торпед кормовых. Мы, предположим, вот так вот нажимали торпедный аппарат и кормовые торпедные аппараты, в общем, заряжали торпеды и запускался, запускались торпеды с кормовых торпедных аппаратов. Ну, а это, соответственно, запуск торпед носовых. Мы нажимаем вот сюда кнопку и совершается пуск носовых торпедных аппаратов. Ну, что ж, ребят, давайте я буду сейчас рассказать каждый пост, где кто находился из моих друзей. Ну, во-первых, это наш перископ. Вот это, ну, вот вам и ответ. У нас есть внизу перископ расположен и здесь. Карта показывала, где находился противник. Можно, кстати, наблюдать с этой стороны, но больше всего наблюдать с нижней. С нижней стороны больше показывают данных, чем сверху. Здесь, ребят, у нас существует глубина погружения. Здесь у нас есть 80 метров, 30 метров, потом идет 40 метров, 50 метров, 60 метров и 70. Сейчас мы можем абсолютно все нажимать, потому что подвольная наводка сейчас не работает. Мы все сняли, все оборудование, командные блоки и моды. Предположим, если мы хотим погрузиться 50 метров, мы вот так вот рычаг отпускали. Правда, у нас люк срабатывал, но тем не менее, вот так вот подводная наводка уходила на погружение 50 метров. Но максимальная глубина подводной наводки составляет 100 метров. Это предельная глубина нашей подводной наводки. Максимально. На 100 метров мы еще ни разу не погружались. У нас максимум получалось уходить, знаете, насколько я сейчас вам скажу? мы максимально погружались где-то сейчас так. Здесь 70. Так. Сейчас вам объясню. Так. Вот, вот, вот. Мы где-то, вот, 5 метров, 10 метров мы с вами погружались. Так. мы с вами погружались на 40 метров. Это у нас была максимальная глубина. Мы погружались с друзьями на 40 метров. И все. Так. Ну что ж. Также в нашей подводной наводке присутствует колокол. Это в случае тревоги, если, предположим, нужно погружаться. Они вот так вот звенели. И вот таким вот образом, ребят, происходила тревога, что типа внимание там противник или погружение или встать на боевые посты и так далее. Ну что ж. Теперь, ребят, давайте выходим. Вот первый командный пост. Это мой командный пост, где располагаюсь я. Ну, здесь могу не только я располагаться. Здесь у нас просто ну, опять же говорю, управление, погружение подводной наводки. Ну и, конечно, есть снизу также. Но здесь определяется максимальное погружение подводной наводки. Так. Ну что ж. Теперь здесь я вам все показал. Наша подводная наводка также оборудована минами. Мины это динамит. Я вам потом покажу. Ну что ж. Теперь давайте спускаться в нашу подводную наводку. Все. Отлично. Закрываем за собой люк. Мы закрыли. И что ж, ребят, мы видим перед вами перископ. Вот он перископ, через который мы обнаруживали противника. Но перископ не всегда нам помогал. Нам пришлось активироваться на сонары. А сонар у нас находится вот здесь. Вот здесь у нас сидел. Ну что ж. Вот теперь давайте я буду рассказывать посты. Здесь располагалось три человека. здесь я находился. Вот я за перископом наблюдал Алексей. Вот на этом сидении у меня сидел Вадим. Вадим он руководил погружение и всплытие подводной наводки. При том же нажимаем кнопку погружения и наша подводная наводка погружается. Ну и соответственно компасы двигались. Они крутились против часовой стрелки. Ну и здесь тоже. всплытие предположим всплываем и так далее. Здесь у нас располагается три человека включая мой командный пост. Опять же я наблюдал за перископом. Так здесь у нас располагался Арсений. Здесь он определял для него сидение где он рассчитывал всякие геоданные какой корабль и так далее. Ну и конечно показывали это кстати определяющее давление подводной водки насколько мы погружаемся в глубина. Потому что постепенно когда мы все глубже и глубже погружались давление росло. Так ну что здесь я вам рассказал первый пост для трех человек. так это получается Алексей Гоша и Арсений. Вот здесь находились Алексей Гоша и Арсений. Но это я Алексей Гоша и Арсений. Это моих два друга. Так ну что здесь я вам все рассказал. Теперь ребят вот здесь как я говорил у нас присутствуют мины. здесь у нас есть такой люк расположенный подводной лодкой и вот соответственно наши мины. В нашей подводной лодке находится 21 мина. 21 мина. Потому что вот еще за лестницей находятся вон там мины. 21 штука наших мин. Ну что ж вот они наши мины. Динамиты. Мы именно вот так их поджигали и пиратам взрывали. Ну что ж я вам показал мины. подводной лодки. Ну что ж теперь продвигаемся дальше. Так мы должны подниматься опять вверх. Все поднимаемся. Вот таким вот образом мы поднимались. Так ну что ж здесь я вам рассказал первый командный пост. Давайте пойдем с вами в носовой торпедный аппарат. Так здесь у нас существует сундук. Здесь у нас написана книга. Есть книга о биографии подводной лодки Се-215. Так что можно почитать. Вот написано субмарина. Наша книга это написал Александр. Он обозначил эту книгу. Знаете почему мы ее написали? Потому что это было очень страшно. нашу подводную лодку пять раз хотели взорвать пираты. Пять раз хотели взорвать пираты. И взять конечно ее на бордаж. Ну и нас хотели взять на бордаж, а нашу лодку потопить. Ну что же давай вот Александр назвал нашу книгу. Это биография субмарина Щ-215. И вот как она называется субмарина Щ-215. Ну что же давайте открывать ее. Так здесь у нас написано наши походы подводной лодки. Что мы с друзьями совершали. Ну вот подводная лодка Щ-215. Первая наша миссия короче мы утром атаковали пиратское судно. В результате мы попали в пиратский корабль одной торпедой. И потом совершили срочное погружение. Следующий у получается второй поход мы совершили через день. Мы защищали свою территорию от пиратских кораблей. Мы не были повреждены. Нам пришлось защищать так сказать нашу территорию потому что пираты все это было ребята очень жестко. Наш дом конечно был взорван от того что пираты попали в своих пиратских кораблей но они стреляли и с лука и с пушек ну и так далее. Третий поход всего у нас четыре похода получилось в нашей подводной лодке. Так третий поход у нас было у берегов пиратов мы атаковали четырьмя торпедами большое пиратское судно. Больше нашей подводной лодки в два раза. Ох ребят это был реально гигант настоящее гигантское пиратское судно которое было очень большое превосходящее нашей подводной лодки и по ширине и по длине но и по высоте по высоте он был где-то сорок блоков настолько был гигантский корабль ну в результате ребят наши четыре торпеды не попали в этот корабль собственно не попали вообще в него не попали и все нам пришлось совершить срочное погружение все четыре торпеды пролетели мимо этого корабля нас последовала неудача ну и конечно последний наш четвертый поход ночью нас заметили пираты открыли огонь по нам нам пришлось уходить вот такое у нас написал Александр что мы делали за эти четыре похода ну что ж давайте выйдем ну теперь ребят походим так сказать в каюту нашей подводоводки здесь у нас рассчитано для восемь человек восемь человек вот такие у нас кроваты у нас кровати обычные обычные никакие не навороченные вот такие у нас кровати получились а вы хотите спросить откуда мы взяли железо а также всякую вещь нам пришлось грабить у пиратов вот так вот ну и конечно присутствует стол где собственно мы могли покушать это типа наша была кухня и спальня вот наши кроватки ну что ж показал здесь у нас также присутствует сундук куда можно будет положить все награбленное ну и так далее а кстати ребята еще не показал здесь у нас было золото мы у пиратов украли золото вот оно наше золото золотой слиток у нас получилось в них украсть это конечно же сделал Максим Максим это сделал наш вот таким вот образом ну что ж идем дальше так здесь я вам рассказал про каюты и так же столовые но сюда ребят мы попадаем в носовой торпедный аппарат вот такие вот у нас ребят торпеды вот собственно наши четыре торпедных аппарата в общем они вот так вот открывались и мы вот туда засовывали вот эту торпеду вот таким вот образом как вы хотите спросить вот здесь мы устанавливаем с вами командный блок ну и вот здесь устанавливали поршень с помощью командного блока мы вот сюда нажимали кнопку но сейчас этого нету опять же мы сняли это оборудование потому что больше войны нет с пиратами так ну если они опять на нас нападут но они уже не нападут потому что это были моды и в общем поршень двигал нашу торпеду и она заходила в тот люк но тот люк тоже закрыт открывали мы его с помощью вот этих двух рычажков сейчас вам потом снаружи покажу ну и вот сверху торпедный аппарат сюда мы тоже засовывали торпеду и она заходила и отсюда уже выходила предположим засунули торпеду вот они собственно наши торпеды которые мы взрывали эти торпеды очень ребят были смертоносные мы один правда мы добились одного попадания нам удалось одно пиратское судно потопить но оно было небольшим но средним мы попали прям получается я так понимаю мы попали в погреб можно сказать в трюм в трюм пиратский пиратских кораблей и там что-то взорвалось в результате мы корабль пополам поломали и все мы вот только одно попадание достигли потопили небольшое судно пиратское ну и вот четыре торпеды а фирма марк 15 марк 15 это у нас такая вот торпеда мы ее так назвали с друзьями ну что здесь я вам показал четыре торпедных аппарата так как вы хотите спросить если вы хотите спросить как вот интересно у нас выйдет торпедные аппараты да вопрос прост все запоминаем у нас люки вот так вот отпускаются заходят туда торпеда и вы думаете а как вот она выйдет снаружи там же люк да ответ прост здесь у нас существуют с вами вот такие вот люки мы вот таким вот образом открываем и сейчас давайте подключу ночное видение и теперь идем наружу подводной водки смотреть внешне так всплываем так 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 ну и сейчас вам покажу как мы атаковали подводную лодку ой ну пират корабли так ну что ж смотрим вот вам ответ ребят просто смотрим как видите видите у нас торпедные аппараты открыты но опять же говорю вон те люки открываются изнутри я показал как они открываются и вот именно вот с этих люков вот так вот вводили торпеды и все они вот так вот выходили и попадали в цель но нам пришлось приближаться максимально близко к пиратским кораблям примерно дистанция составляла вот примерно вот сейчас можно сказать вот видите подводной водку вот на такой дистанции нам нужно было приблизиться чтобы попасть в корабль только в подводном положении ну что ж я продемонстрировал вам как открываются люки и как торпеды выходят ну и соответственно делают с верхней стороны то же самое раз два ну что ж теперь идем опять назад в нашу боевую рубку так ну что ж проходим дальше так попадаем в нашу боевую рубку спускаемся вниз так идем опять в носовой торпед торпедный аппарат ну и вот ребята вам продемонстрировал и теперь мы закрываем наши люки все теперь ребята они закрыты и все ребята вот теперь я вам показал носовой торпедный аппарат ну что ж продвигаемся дальше идем уже потихоньку в заднюю часть корабля так раз все проходим 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 идем так раз два здесь ребята у нас располагается сонар вот он наш здесь у нас сидел так сказать Олег здесь у нас руководил Олег здесь вот именно вот так вот сидел и вот видите написано сонар гидролокатор в общем с помощью вот получается Олега мы могли определять скорость подводной лодки и в какой стороне плывет судно вот таким вот образом вот он сонар гидролокатор ну и с помощью вот этих кнопок сейчас вот вот так вот гидролокатор он выключал и вот таким вот образом он включал и мы ловили вот таким вот образом сигнал ну что ж показываем гидролокатор готово так ну что ж идем в следующий пост а кстати ребята я вам не рассказал в носовом торпедном аппарате экипаж составлял три человека три человека здесь должно было находиться в носовом торпедном аппарате должно было находиться три человека это был Максим Гоша и Дима вот таким вот образом вот так здесь у нас находился Максим Гоша и Дима здесь экипаж составлял три человека чтобы загрузить вот эти торпедные аппарат ну что ж теперь идем дальше также нашей подводной водки присутствует умывальник но основной минус нашей подводной водки нет туалета нету вообще туалета так вот он наш умывальник но правда сейчас воды здесь нет а при командном блоке мы нажимали на эту кнопку и вот сюда вода вот попадала вот так здесь мы могли умываться и так далее так ну что ж показал вам умывальник так здесь сонар где управлял Олег определял ну в общем можно сказать глаз подводной водки это был определявший где находился враг в какой стороне и куда он плывет благодаря этому Олегу мы смогли выжить ну да нашу подводную водку хотели раз пять пытались пираты раз пять потопить пытались очень так так ну что ж а мы думали ребят что пираты оказались тупые но они оказались совсем не тупые они умные ребятушки так ну что ж здесь у нас ребят присутствует электромоторные двигатели как я вам говорил что у нас присутствует на подводной водке три двигателя один обычный поршневой и электромагнитные двигатели но все это работало конечно на командном блоке электромагнитные двигатели мы принимали кстати у нас здесь существует такая кнопочка который активирует собственно вот они сейчас данное времени выключены электромагнитные двигатели но мы если нажимаем на кнопку и у нас на табличке меняется так сказать включение электромагнитных двигателей электромагнитные двигатели мы включали для того чтобы наша подводная лодка осталась максимально тихо очень было тихо чтобы не было слышно никакого шума чтобы не знали где пираты больше всего ребят мы боялись чем мы думали с друзьями а чем интересно же вооружены пираты вообще какое у них судно какое вооружение больше всего ребят мы боялись если нас обнаружат обнаружат под водой и в общем можно сказать будут спрашивать на нас динамит под воду вот это было самое опасное ребят как я говорю вот они наши электромагнитные двигатели с помощью них мы включали электромагнитные двигатели когда находились на дне там моря на дне моря мы их включали и нас оставалось ждать лишь бы наш противник не заметил это было ребят настолько рискованно было жестко мы боялись больше всего лишь бы нас не поймали потому что видите здесь нету ни окон ничего и мы ни хрена ничего не видим вот так что ж про электромагнитные двигатели я вам рассказал мы включали с помощью чтобы они нам не создавали никакого ну делали лодку тише максимально тише чтобы она не создала никакого шума ну что ж переходим дальше а здесь ребята у нас находится машинное отделение ну и кормовой торпедный аппарат так вот он получается наш двигатель двигатель нашей подводной лодки он тоже работал с помощью опять же наша подводная лодка работала с помощью командных доков и модов вот он наш двигатель нашей подводной лодки кстати вот на этом месте вот сейчас я буду показывать у нас крепился бак модовский бак где находилось топливо но сейчас мы его тоже сняли ну потому что мы мод удалили и соответственно моды удалились вот таким вот образом также на нашей подводной лодке существовали бинокли у нас были бинокли у каждого из 9 человек у нас был бинокли включая и меня но мод мы удалили в результате все исчезло и бинокли и так далее так ну и это конечно же кормовой кормовые торпедные аппараты здесь здесь ребят у нас находилось 3 ой прощу прощение сейчас точно вспомню так у нас находилось здесь у нас находилось с вами 3 человека в итоге получается в каждом посту как я рассказал в каждом посту в каждом отсеке располагались люди на 9 человек в каждом человеке находилось по 3 человека в каждом отсеке подводной лодки ну что ж вот она у нас есть двигатель подводной лодки с помощью которого наша лодка двигалась и создавала шум а благодаря электромагнитным двигателям она не создавала никакого шума нам пришлось если бы тоже мы хотели включить электромагнитный двигатель нам пришлось глушить вот эти двигатели и включать электромагнитные двигатели и благодаря на электромагнитном двигателе нам пришлось плыть ну и здесь у нас располагаются так 5 торпед 5 торпед вот тоже самые люки которые я показывал передние подводные водки носовых торпедных аппаратов ну думаю показывать не стоит я вам показал на примере так сказать носовых торпедных аппаратов как они открываются точно так же и открывались кормовые люки вот эти вот люки которые открывались и сюда заходила торпеда там тоже соответственно имеется ну там люков нет и вот сюда заходила торпеда и совершался пуск торпедных аппаратов пуск торпедных аппаратов я вам показывал за счет чего но если что я вам еще раз покажу так ну что ж вот они наши торпедные аппараты и все также у нас присутствуют поршни соответственно которые поднимали торпеды вот вот и все здесь конечно же у нас стояли командных блоков командных блоков здесь стояло 4 штуки 2 желтых и 1 фиолетовый вот таким вот образом ну и вот центральный торпедный аппарат 3 на корме 3 торпедных аппарата а в передней части подвольной водки 4 носовых торпедных аппарата сейчас мы рассматриваем 3 кормовых торпедных аппарата еще 215 ну что ж я вам показал все части подводной водки здесь тоже присутствуют поршни которые поднимают торпеду после вот этой подводной кстати про торпеды я вам не рассказал фирма марк 15 эта торпеда очень была мощная ребят это очень было скрытно кажется что на вид обычная торпеда а вот в этих именно блоках когда предположим наша торпеда сталкивалась с противником она образовала вот сейчас смотрим сколько у нас блоков раз два три четыре пять шесть семь семь динамитов она образовала и вы представьте какую она пробоину может совершить но у меня торпеды разной длины есть чуть меньше есть чуть больше вот так ну что ж все показал я подводную лодку всю изнутри кстати я вам не рассказал сколько имеет подводная лодка отсеков наша подводная лодка имеет пять отсеков давайте их назову передний и кормовой это торпедные аппараты вот этот ну вот можно сказать вот тот первый отсек где машина и кормовые торпедные аппараты а это у нас уже второй отсек где находятся электромагнитные двигатели здесь уже находится у нас центральный пост управления подводной лодки здесь у нас расплавляется так так сколько он сказал четыре и вот четвертый отсек и соответственно пятый отсек нашей подводной лодки ну что ж вот такой вам показал экскурсию по подводной лодке Ще-215 это было ребят очень сложно при очень сложном воевать подводная лодка ну основной мельс нашей подводной лодки конечно наш вот как и говорил наша подводная лодка могла управлять точнее поворачивать вправо и влево но чтобы вам поворачивать надо вправо надо было много раз нажимать кнопку чтобы наша подводная лодка смещалась вправо ну что ж вот так вот мы воевали с вами ну с друзьями воевали с Вадимом Димой Григорием Егошей Арсением и Олегом а также Александром и Максимом ну и включая меня Алексея воевали с пиратами в результате мы никто не одержал победы мы вообще не знаем кто одержал победу в этом бою пираты или мы мы вообще на них не нападали они на нас первые напали и все но опять же это было все с Мадами ну что ж я вам показал всю подводную лодку наша подводная лодка имеет также мины я вам показывал так ну что ж теперь давайте собственно подниматься на нашу подводную лодку так так у нас вот здесь вот любка расположен и вот она наша подводная лодка так все всплываем выходим и теперь я вам показываю всю нашу подводную лодку Щ-215 вот такая у нас подводная лодка Щ-215 вот такая у нас с вами получилась экскурсия по этой подводной средней подводной лодке Щ-215 назвал я ее Щ-215 потому что наша подводная лодка оказалась тихая имеет кстати вот такие плавники вот она собственно осадка давайте пролетим под низом подводной лодки вот такая у нас подводная лодочка ну а теперь ребят давайте вам покажу последнее вооружение в конце уже самое последнее берем огневой шар огневой шар и давайте последний залп совершим с любого орудия либо с кормового либо сносового именно вот так мы открывали по пиратам огонь все заряжаем вот так вот заряжали мы раздатчик вот так мы стояли на палубе и вот так мы их атаковали смотрим смотрим вот так мы атаковали пиратов и поджигали им палубу вот вот такая у нас получилась подводная водка но смотрите наша подводная водка не горит у нее сейчас пожар потухнет потому что это не шерсть ну что наша подводная водка прослужила немножечко сейчас она стоит в качестве музея только на воде ну и все если вам ребят понравилось видео ставьте лайки это была моя подводная водка с друзьями Вадимом Димой Григорием Гошей Арсением Олегом Александром и Максимом и конечно же Алексеем Брейном ну что ж вот такая у нас получилась с вами подводная водка Ще 215 и кстати написано вот кстати она еще не только с пиратами воевала она воевала также воевала с больше всего ребят мы боялись конечно же эсминцы эсминцев это было очень можно сказать рискованно эсминец тоже был оснащен радиолокатором но к счастью у противника его не оказалось так ну вот наша подводная водка Ще 215 1943 по 1944 год кстати эта подводная водка прошла можно сказать в Майнкрафте войну но вот таким вот образом это у меня был самый первый мир в Майнкрафте самый первый мир в Майнкрафте ну что если вам понравился видео ставьте лайки вот такая у нас была экскурсия по Ще 215 если вам понравился ролик ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был Брейн всего хорошего подписывайтесь на канал пишите в комментариях как вам подводная водка Ще 215 до скорых встреч и пока пока субтитры